Уважаемые тельцы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 5 по 11 февраля включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня просматриваем? Основные сферы вашей жизни. Дом, семья, взаимоотношения, работа и карьера, возможные доходы и расходы, внешний мир в отношении вас, любая информация, которая может быть полезна, на что расклад акцентирует внимание. Смотрим, что в скрытых факторах, подводим итоги этой недели. В раскладе будет также карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете задать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану последней, ответит на загаданный вами вопрос. Пока это свою колоду думайте. А я напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете делать как по асценденту, так же и по своему основному знаку зодиака и то и другое. Таким образом, у вас может быть больше информации для анализа, для сравнения. И очень часто оба знака могут друг друга дополнять. Итак, ваша первая карта. Уважаемые тельцы, все карты вашего расклада перед вами. И я приступаю к его прочтению. Расклад начинается с двойки монет. Эта карта говорит о том, что неделя начинается с повседневной суеты, рутины. Все то, что, в общем-то, и всегда, изо дня в день, повтор каких-то событий, ситуаций. Вы занимаетесь чем-то для вас знакомым. Сама по себе эта карта может показывать позитивный настрой, желание что-то в своей жизни урегулировать, а прежде всего финансовые стороны, потому что эта карта может предполагать то, что в начале периода все-таки с деньгами есть напряжение, поэтому приходится немножечко как-то что-то придумывать, как-то выкручиваться для того, чтобы быть финансово на плаву. Или эта карта еще может говорить о том, что, возможно, по работе вы также рассматриваете любую возможность подработки, любого сотрудничества. Вы постоянно можете быть на телефоне, вы очень коммуникабельны, вы очень активны, и ваша коммуникабельность во многих вопросах вам действительно помогает. То есть уже в начале недели мы видим какие-то реальные действия с вашей стороны. Что-то развивается, но, возможно, хотелось бы лучшего, большего, но ничего негативного по этой карте я не вижу. Конечно, я также вижу и то, что на начало просмотра, возможно, совсем недавно у вас мог быть достаточно сложный психологический период, из-за чего-то очень много внутренних переживаний, душевных, связанных и с вами, и с вашей семьей. Но эта карта говорит о том, что вы должны мыслить позитивно, все-таки настраивать себя на хорошее, в общем-то, то, что вы и будете делать. Двойка монет. В любом случае карта материальная, поэтому она может говорить о том, что уже в начале этой недели к вам поступают какие-то финансы, но это небольшие деньги. И в любом случае это также любого рода траты по мелочам, которые могут выливаться в немаленькие суммы, поэтому постоянно приходится думать, как заработать. На входящие события для вас выпала четверка чаш. Я вижу, что в вашем ближайшем окружении есть человек, который готов проявить о вас заботу, проявляет к вам дружбу, участие. Это может быть кто-то из противоположного пола, но вы не особо спешите эту помощь принимать. Если меня смотрят свободные тельцы, может быть за вами кто-то пытается ухаживать, а вы не сильно спешите отвечать взаимностью. В любом случае эта карта говорит о том, что все не так уж в жизни и плохо. Есть определенная стабильность, но вы немножечко порой хандрите, очень много анализируете все то, что происходит в вашей жизни. Вы разбираете прошлое, настоящее, пытаетесь заглянуть в будущее. Но эта карта говорит о том, что по большому счету не хочется ничем особо заниматься, а хочется просто немножечко отдыха, и чтобы вас хотя бы на время оставили в покое. Может быть вам этого отдыха не хватает, но такая возможность немножечко побыть в тишине у вас все-таки будет. В чем сила этого аркана? В том, что вы себе где-то какой-то небольшой перерыв можете позволить, потому что у вас есть надежный тыл. Есть какой-то человек или люди, которые о вас думают, действительно беспокоятся, и вы всегда на них можете рассчитывать. В центр вашего расклада выпала девятка чаш, одна из лучших в колоде младших арканов, которая говорит о том, что вас что-то очень порадует, сбудутся какие-то ваши надежды, или это какая-то благостная информация, или это чья-то дружба, может быть вас кто-то куда-то будет приглашать, вас могут хвалить. Вы можете чем-то восторгаться, потому что здесь много положительных эмоций, и эта карта может показывать любой праздник, любое празднование. Это может быть как запланированный отдых, а для кого-то не запланированный. Для тех, у кого есть основная работа, это очень хорошие результаты или бонусы в основной работе, действительно чата похвала, одобрения, и даже возможность поговорить о зарплате с вашим руководством, если вы хотите, чтобы вам зарплату немножечко подняли самое время, потому что ваше начальство нормально сейчас расположено в отношении вас. И вообще, если вы имеете свой собственный бизнес, я вижу, что люди, которые рядышком с вами благодарны, вы пытаетесь ко всем прислушиваться, что-то делаете и для людей, и все довольны. И рядышком я вижу еще одну замечательную карту Короля Чаш, которая выпала в дом ваших финансов. Это тоже хорошая новость, когда в доме финансов такой сильный аркан. Это говорит о том, что вы будете при деньгах. На этой неделе точно вы сможете свое финансовое положение многие улучшить. Если говорить о женщинах, то вы, скорее всего, можете рассчитывать на помощь мужчины и не одного. Один человек – это явно тот, с кем вы связаны работой или делами, через которого что-то может проходить. Второй человек – это может быть ваш друг, это может быть супруг, это может быть любимый, это может быть родственник, но который готов финансово вас поддержать или поддержать вас в каких-то творческих или рабочих проектах. Очень неплохие карты. И рядышком мы видим еще и шестерку Чаш в Малом Кресте. Это говорит о том, что у многих из вас все-таки действительно будет возможность отдохнуть, потому что эта карта показывает отдых друзей, родственников, может быть, ваших деток или деток ваших близких, с которыми есть общение. Это могут быть ваши самые близкие друзья, с которыми у вас будут какие-то приятные разговоры, милые встречи. Кто-то с вами, возможно, захочет увидеться или вы с кем-то. То, что касается внешнего мира, на внешний мир выпала также карта Чаш, но это восьмерка. И она говорит о том, что, возможно, во внешнем мире очень много информации, которую вы не всегда хотите слышать, и, возможно, вы сознательно от этой информации уходите. И вам очень бы хотелось, чтобы во внешнем мире все-таки что-то изменилось в лучшую сторону. Может быть, вы устали от политики, от каких-то веяний политических на нашу жизнь, и вам хочется жить просто, спокойной, обычной жизнью, любить, жить, растить детей и работать, а не думать о том, что вас могут ждать какие-то потери. Но по вашему раскладу никакой угрозы ни вам, ни вашим близким я не вижу. И это тоже позитивная новость. Также в Большом Кресте вашей судьбы я вижу Королеву Жезлов. Если говорить о женщинах-тельцах, несмотря на то, что вы относитесь к стихии Земли, эта Королева говорит о том, что в этом периоде вы проявляете свои огненные качества. То есть вы активны, вы даже гиперактивны, вы очень социальны, у вас очень много контактов во внешнем мире. Даже когда вы дома, вы можете быть постоянно на телефоне, с кем-то что-то решать, вы думаете о работе и о делах, для вас важна карьера, ваш статус и ваше положение в обществе. Вас могут волновать какие-то сплетни, какие-то разговоры, может быть, вы находитесь в центре каких-то сплетен, и разговоров. В то же время вы сама, если меня смотрят женщины, показаны как мастер этих сплетен и интриг, и вы кого угодно способны обвести вокруг пальца. Вам действительно какие-то сплетни могут быть полезны, потому что даже из сплетен для себя вы можете извлечь какую-то выгоду, зная больше о ком-то или о чем-то. Если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь большое влияние может иметь женщина, возможно, огненной стихии, это может быть овен, лев или стрелец по гороскопу, но не обязательно. Это может быть любая женщина из дома, из семьи, возможно, это кто-то из внешнего мира, но такая яркая, харизматичная женщина рядышком с вами где-то есть. Для тех, у кого живы родители, бабушки, дедушки, вас может также волновать и все то, что происходит с ними. Они, в свою очередь, за что-то вам благодарны и пытаются в меру своих сил и возможностей в чем-то поддержать или помочь и вам. То, что касается вашей второй половинки, ваша вторая половина тоже во всем пытается вам угодить. И даже если раньше у вас были какие-то моменты недоразумений, я вижу, что в душе много волнений, касающихся личного, но вы в себе очень уверены и вы знаете, что в доме или в семье будет так, как хотите, именно вы и так и будет. Ваш дом всегда открыт для самых родных людей и в этом периоде действительно у вас могут быть гости, может быть, вы даже сознательно кого-то к себе зовете или вас приглашают к себе ваши же родные. В доме тоже может быть небольшой праздник, но может быть, это тот самый праздник, который мы видели в центре вашего расклада. И если у кого-то из родных намечается день рождения, вы куда-то приглашены, при желании, те, у кого есть основная работа, я вижу, что вы можете даже взять отгул или небольшой отпуск, и от этого ваша работа не пострадает. Вам в этом не откажут, если вы работаете на кого-то. Если сами на себя, то и подавно. То, что касается наших свободных тельцов, для вас выпала карта старшего аркана луны, двойки чаш и карта туза жезлов, но выпала она для вас в перевернутом виде, к сожалению. Карта старшего аркана луны говорит о том, что вы очень интуитивны, и многие вещи сознательно, бессознательно вы понимаете, чувствуете. Высшие силы вам могут давать какие-то видения, подсказки, это могут быть вещи и сны. На вас очень сильно могут влиять лунные циклы, такие как новолуния и полнолуния. В негативе, конечно, эта карта может говорить о том, что периодически может накатывать депрессивность, но вы пытаетесь с ней справиться. Вы пытаетесь разобраться, что происходит внутри вас, потому что есть в чем-то все-таки неуверенность или страхи. Это касается напрямую и вашей личной жизни, и, может быть, реализации в обществе, хотя по раскладу я вижу, что вы себя можете правильно поставить или выбрать правильную позицию в отношении других людей. И в отношении вас я вижу исключительно уважение. Рядышком тут же мы видим двойку чаш. Эта карта может говорить о том, что вам кто-то даже будет пытаться признаваться в любви. Если вы с кем-то встречаетесь, это желание встреч, тут действительно могут быть свидания. И если такой человек есть, вам эти встречи, разговоры обеспечены. Но я вижу почему-то, что у этих отношений нет дальнейшего развития. И не потому, что вас кто-то бросит или захочет бросить. Нет, потому что вы в себе, в своих чувствах будете неуверены или вы до конца не будете уверены в этом человеке. И здесь снова-таки работает ваша интуиция. То есть в личной жизни всё зависит от вас. Я вижу, что могут быть новые знакомства, но от непонятных разговоров, общения вы себя сразу пытаетесь огородить по этой карте. С вами могут знакомиться, но это будет не то, что вам нужно. Если говорить о женщинах, вы не обделены вниманием мужского пола. Обратите внимание на то, что в центре сразу две мужские фигуры, которые смотрят на вас с восхищением. Вот такими глазами на вас смотрят мужчины. Да, это действительно так. Поэтому вы здесь вольны выбирать, развивать вам с кем-то отношения, не развивать, встречаться, не встречаться, знакомиться или не знакомиться. Видите, даже восьмёрка чаш говорит о том, что кто-то проявляет интерес, но вы избегаете этого общения или не хотите общения изначально. Вы можете флиртовать, вы можете позволять за собой ухаживать. У вас может быть прекрасное чувство юмора, с вами интересно общаться, но здесь вы будете командовать парадом. Давайте всё же возьмём дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает и тех, кто не работает. Возьмём дополнение на профессиональную сферу. Для вас выпала карта Пажа Монет. Она говорит о том, что работать, естественно, нужно. Это карта ежедневного труда. Она может также показывать дополнительные знания или дополнительное образование. Возможно, вы захотите ещё чему-то подучиться. Или в основной работе. Может быть, вы работаете и учитесь одновременно. Это тоже возможно. Либо постигаете дополнительные знания для того, чтобы развиваться. То есть для вас нет какой-то лишней или ненужной информации. Вы показаны как человек с пытливым умом. И что интересно, что по этому аркану, если вы уже чего-то достигли, у вас могут быть свои ученики или последователи. Или, если вы учитесь, у вас могут быть достойные учителя, которые вас способны чему-то подучить. Возьмём для вас ещё одну карту на дополнительный совет. Это карта старшего аркана Императрицы. Здесь стопроцентный рост, в особенности у женщин. Вы востребованы. Тут возможно совмещение сразу нескольких проектов. Показано и то, что творчески вас что-то увлекает. И вы кому-то ещё постоянно по этой карте будете помогать. Вы сама будете развиваться. И рядышком с вами будут развиваться или жить нормально другие люди. То, что касается мужчин, то на вашу профессиональную сферу также может влиять женщина. Не обязательно, что это женщина, с которой связаны работы. Это может быть любая дама, мнение, которое для вас значимо и важно. Но это также рост. Для тех, кто пока не работает, но работу вы ищете, вы в поиске. Для вас выпала карта старшего аркана Колесницы. Одна из очень динамичных, тоже лучшая карта. Она говорит о том, что берите всё в свои руки, не ждите того, чтобы работа нашла вас. Вы должны искать, вы должны проявлять инициативу, кому-то о себе напоминать. Возможно, вам куда-то нужно поехать, с кем-то встретиться, с кем-то лишний раз пообщаться. Так как карта дорожная, на ближайшее время она для вас и может говорить о дорогах и о таких важных встречах. Но трудоустройство возможно. Если у вас есть желание работать на себя, а у многих по этой карте есть желание работать конкретно на себя, а не на кого-то. Вы также могли бы начать новый проект, но вам, скорее всего, всё же понадобится ещё чья-то помощь, потому что у этой Колесницы два возничьих, а не один. И если говорить о женщинах, то вам не обойтись без мужской поддержки. Если говорить о мужчинах, это, возможно, ещё один мужчина, с которым вы будете сотрудничать, что-то обсуждать. Я вижу, что есть ещё и другие люди, но это, пожалуй, основной человек, от которого что-то будет зависеть в самое ближайшее время. Даже для тех, кто на пенсии, я вижу, что вы можете вести активный образ жизни. Для вас выпала девятка жезлов. Она говорит о том, что есть какие-то старые проблемы, которые нужно закрывать. И, возможно, у кого-то тут что-то будет пересматриваться по льготам, субсидиям. Может быть, это любые другие бумаги, документы. Что-то то, что касается официальных вопросов, снова может подниматься и быть для вас актуальным. И что-то может решаться с помощью мужчины или через мужчину. Те, кто не работает, и у вас есть беспокойство по здоровью, могут давать о себе старые или хронические заболевания. И для кого-то карта может даже показывать посещение врача, лечение. Но это правильное решение. Всё-таки три центральные карты очень привлекают к себе внимание. И я смотрю на них и понимаю, что вы действительно будете радоваться или что-то отмечать. То, что касается долгов, кредитов для тех, у кого такие есть. Если говорить о женщинах, вам может помогать с выплатами мужчина. Если говорить о мужчинах, многое зависит от вас самого. Закрыть имеющиеся долги вы можете. То, что касается любых текущих счетов, то же самое. По раскладу я вижу, что вы способны решить многие задачи, многие вопросы, но позже будет немножечко накапливаться усталость. То, что касается новых кредитных линий, лучше с банками не иметь никаких дел. Даже если вам понадобится какая-то дополнительная сумма денег на что-то, то в вашем ближайшем окружении есть человек, который вам эти деньги даст. Вы знаете этого человека. На завершение этой недели выпала восьмерка мечей. Несмотря на то, что в целом неделя будет очень даже неплохая. К концу недели почему-то немножечко грусть или понимание от того, что в вашей жизни все равно есть какие-то ограничения, и вы сейчас особо не можете прыгнуть выше своей головы. Но, может быть, вам просто нужно отдохнуть, успокоиться, перезагрузиться. В выходные дни не стоит заниматься ничем серьезным, потому что даже если что-то будет в планах серьезное, может не получаться. Или что-то срываться. Поэтому лучше займитесь собой и своим здоровьем. У вас прекрасно работает анализ, и вы во многом можете видеть не только негативные, но и положительные стороны. Еще и интуиция такая у вас великолепная. Если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь может влиять женщина из рода, дома, семьи. Это может быть мать, тетя, бабушка. Это может быть любая женщина, у которой также очень хорошо развита интуиция, и она дает вам постоянно какие-то советы, к которым стоит прислушиваться. В скрытых факторах для вас выпала карта Пожа Чаш, Четверки Мечей и карта Тройки Монет. Огорчает только Четверка Монет. Это может говорить о том, что на следующей неделе тоже будут моменты, когда вам нужен будет отдых, только потому, что в вашей жизни очень много суеты бесконечной. Есть переживания или хлопоты могут быть связаны с детьми, те у кого есть дети. У кого-то это переживания личного характера, связанные с любовными отношениями, так как все-таки это Пож Чаш. Но Троечка Чаш, которая закрывает ваш расклад, говорит о том, что долго грустить или унывать вы не будете. Тут общение, тут какие-то очень интересные разговоры. Это могут быть процессы образования и обучения. И как раз для того, чтобы не депрессировать и не думать о каких-то старых проблемах, которые вас беспокоят, развивайте себя, общайтесь с людьми, занимайтесь творчеством, наполняйте свою жизнь чем-то интересным. Эта карта говорит о том, что у кого-то из вас могут быть дополнительные дипломы, даже если у вас уже есть одно законченное образование. В профессиональной сфере будете очень востребованы. Что карты вам хотят посоветовать дополнительно, и на дополнительный совет для вас выпала карта четверки монет. Эта карта показывает мужчину, который скрупулезно пересчитывает свои денежки. Перед ним тетрадь с записями. И для вас, как совет, прежде всего, начать вести учет всех своих расходов и также прихода денег. Контролировать траты, стараться накапливать, стремиться к тому, чтобы у вас был какой-то запас, денежный резерв, а эти деньги вам позже для чего-то пригодятся. Это как ваша финансовая подушка безопасности. И посмотрим, теперь сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта туза мечей. Эта карта говорит о том, что ваш вопрос вы можете решить, но в дне сегодняшнем есть какие-то сложности. Возможно, вам хочется что-то ускорить, но тут не спешка нужна, тут нужен какой-то четкий план ваших действий. Хорошо продуманных. Вы должны придерживаться определенной стратегии в вашем вопросе. Может быть и такое, что поначалу не получается. И если ваш вопрос зависит еще от кого-то, а я вижу, что вам кто-то изначально может помогать, вы потом просто начинаете на кого-то обижаться, потому что не видите в этой помощи особого смысла. Но тут есть кто-то еще, кто поможет вам все-таки получить желаемое. Просто времени понадобится немножечко больше, и возможно в вашем вопросе нужно будет дополнительно что-то изучить, во что-то вникнуть. Но на итог все равно может быть хороший результат. Давайте возьмем для дополнений Оракул Тайн и спросим у него, что еще вам было бы интересно знать на самое ближайшее время. Так как это Оракул, будьте готовы к любой информации, потому что она может быть неожиданной. И уже первой картой для вас Выпал подарок рядышком змея и также карта гадания. Это говорит о том, что сейчас вы получили мудрые советы от карт, и к тем советам, которые вы услышали, вам стоит прислушаться. Это говорит о том, что гадание верное. Но возможно кто-то из вас захочет еще кому-то обратиться для того, чтобы лишний раз в чем-то убедиться и что-то для себя просмотреть. Может быть в вашем окружении есть такой человек. Если меня смотрят женщины, вы сами можете интересоваться картами, эзотерикой. Вам тоже все это может быть очень интересно. И еще одна карта, карты Луны. Эта карта даже может показывать любые магические практики, направленные на созидание чего-то в вашем доме, в вашей семье, в вашей душе. Эта карта тоже может показывать ясновидение, ну и то, что если меня смотрят женщины, лишний раз говорится о том, что у вас прекрасная интуиция. Поэтому прислушивайтесь к себе. Если говорить о мужчинах, то возможно вам какой-то подарок или сюрприз сделает женщина. Но если рассматривать в комбинации две вот эти карты в центре, тут есть и дурной глаз, кто-то на вас постоянно косится, тут могут быть энергетические пробои, может быть именно поэтому вы порой чувствуете слабость, и тут нужно уметь восстанавливаться. Помимо дурного глаза, может быть кто-то пытается вас как-то и оговаривать, и это женщина, которая тщательно себя маскирует, сразу и не поймешь, от кого исходит вот этот негатив. Но эту женщину вы очень хорошо знаете. Уважаемые тельцы, таким для вас был расклад на эту неделю. Благодарю вас за просмотры. Всем прекрасного периода. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду на следующей неделе в следующих еженедельных прогнозах. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok